Если очень хочешь приехать в Якутию, но возможности посетить ее нет, Якутия сама приедет к тебе. Подростку из Сочи подарили Чарон и книгу о республике. Памятные сувениры парень получил от главы Якутии в ответ на письмо, в котором он рассказал о своем восхищении северным краем и желанием однажды посетить регион. Вот с таких приветственных звуков национального якутского инструмента хамуса началась встреча юных якутских отдыхающих с сочинцем Володей Конаковым. Ему передали подарок от главы Якутии, который не так давно получил письмо от юного сочинца. Мальчик писал о том, что очень любит этот таежный край, рассматривает фотографии в интернете, но, конечно, добраться туда пока не получается. Якутия меня вдохновляла еще с детства. Меня очень привлекал этот регион своей загадочностью и удаленностью от нашего южного города Сочи. Историей Якутии сочинский школьник интересуется давно и серьезно. Это и было отмечено на странице в Инстаграм президентом Якутии Егором Борисовым, который нашел возможность отблагодарить Володю за любовь к региону. А книгу о северном крае попросил Володю передать мэру Сочи Анатолию Пахомову. Вообще дети, приехавшие из таких далеких мест, уже не первый год отдыхают в сочинском пансионате «Зеленая горка». Когда мы приехали, тут уже была жара. Потом пошли купаться на море. Было очень много людей. После морских купаний у ребят еще хватает сил, чтобы показать другим культуру своего народа. Именно культурой российских регионов так и заинтересовался сочинский школьник. Елена Авсецина, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...